По поводу Приднестровья и перспективы войти в Евросоюз или развиваться в европейском направлении при поддержке Евросоюза, при поддержке США и прочее. Значит, наблюдая за Гагаузией, мы видим, что если население не какие-то лидеры, а реально достаточно большая часть населения имеет определенное отличное от Кишинева мировоззрение, то у этого региона есть сила. Совсем не обязательно содержать турецкие или российские вооруженные силы, чтобы защищаться от агрессии Кишинева. Нет, можно без всякой защиты просто настаивать на своих решениях, принимать какие-то решения, проводить их в жизни и настаивать. А если Кишинев начинает как-то очень требовать исполнения, введения каких-то правил, каких-то законов, их можно просто игнорировать. То есть у народа здесь очень большой потенциал, у компактно проживающих людей определенного мировоззрения. Поэтому я перспективы Приднестровья вижу, во-первых, без вооруженных сил Российской Федерации, без миротворцев и без вооруженных сил Российской Федерации, которые сейчас на Приднестровье есть. Они все могут выйти. Если они выйдут, войны не будет. Это первое. Второе. Далее можно договариваться о том, в каких отношениях Приднестровье будет с Молдовой. Войдет ли оно как автономная область или оно останется вот в таком сопротивлении с собственной валютой, как самостоятельная республика. Это все можно решать без военных. И в этом случае может быть европейский путь развития. Кстати, что я хотел еще важное сказать. Дело в том, что изначально, как в Гагаузии, так и в Приднестровье, конфликт был не только, а может быть и не столько по поводу языка, сколько именно по мировоззрению. То есть русскоязычное население было не просто русскоязычным, а оно было именно пророссийским и в Гагаузии и Приднестровье. И отношение к ним было соответствующим как к имперцам, как к наследникам империи, как к угнетателям, от которых нужно освободиться. Если же русскоязычные, как в Приднестровье, так и в Гагаузии, объявят о своей европейской направленности, о поддержке Молдовы в направлении Европы, я уверен, что отношение изменится и к языку, и к праву говорить, и к праву иметь документацию на русском языке. То есть сейчас и Гагаузия, и Приднестровье с одной стороны являются потомками угнетателей, а с другой стороны представляют опасность возврата оккупации, поскольку они и Приднестровье, и Гагаузия постоянно апеллируют к России, Путин, помоги. И их пытаются, с одной стороны, гнобить, чтобы выдавить, чтобы заглушить, и с другой стороны побаиваются, потому что Путин еще силен, вооруженные силы Российской Федерации еще не разгромлены до такой степени, чтобы они потеряли влияние везде в мире, которое они сейчас имеют. Поэтому я думаю, что без вооруженных сил Российской Федерации в Приднестровье и без выбора в сторону Азиатского и Евразийского союза Приднестровье может остаться отдельной республикой. Я даже такой вариант вижу. Я не вижу в этом перспектив, потому что, знаете, непризнанность, ну, какая с нее радость. Вот представьте себе, да, что мы от России отказались и посмотрели в сторону Европы. Ну, хотим быть независимыми, а нам эту независимость, допустим, не дают. И вот что, понимаете, да, то есть все товары только через Молдову, никаких коммуникаций ни с какими странами, никаких банковских отношений не может быть. Ну, какие перспективы? Если мы не объявим о своей европейской направленности и попытаемся договориться об отдельном житии, в мирном, отдельном и, скажем, союзническом, во всех отношениях, поскольку мы тоже европейцы, житии, то, возможно, какой-то компромисс будет, а, возможно, и нет. Поэтому я думаю, что нормальная перспектива все-таки автономия, подобная Гагаузии. И в этой автономии лоббировать, скажем, сейчас в Прибалтике, ну, в прибалтийских странах, есть партии, которые за русский язык как второй государственный. Они продолжают, представители этих партий продолжают баллотироваться. Вот я недавно видел выборы, по-моему, в Латвию. В Латвии были выборы. И там были дебаты между кандидатами. Там в премьер-министр у них, по-моему, такая есть должность. Ну, самая почти главная. И там несколько человек, там было, по-моему, 12 кандидатов, и порядка трех были за русский язык как второй государственный. И они говорили на русском чисто. То есть у них, они были билинги, да, то есть знали два языка. Ну, обязательно, ты не можешь быть в государственном действии, не зная, по крайней мере, в таких республиках два языка. Но видно было, что они думают на русском. То есть они вот русские. И нормально они как бы баллотируются, защищают, их могут выбрать и прочее, прочее. То есть есть много конституционных методов обеспечения удобств для населения определенной культурной направленности. Главное, чтобы это не было политическая направленность в сторону русского мира. Вот о чем речь. И думаю, все можно было бы решить. Итак, если подытожить, я много наговорил, если подытожить, то я предпочел бы Приднестровье в рамках автономии, причем реинтеграция после объявления в этом направлении европейского курса и возврата, реинтеграции в Молдову. Эта реинтеграция займет очень много времени, она не будет болезненной, поскольку она очень сложная, это очень осторожный процесс. И молдаване его не торопят. Но, как вариант, я также рассматриваю более, вот как Косово. Ну, правда, видите, Косово, оно из-за крови стало. Как бы отдельной республикой. И до сих пор ее Югославия не отпускает. У них опять напряженность возникает. Вообще взаимодействие между силовиками, между политиками. А политик – это силовик. Хотя политики выступают как люди гражданские, то есть они не являются военными, но это люди, которые имеют инструмент силы у себя в распоряжении. Вот это важно понять. То есть, ну, если говорить грубо, да, то это бандиты. Это бандиты, которые крышуют какой-то район. И вот есть бандиты, которые крышуют Молдову, есть бандиты, которые крышуют Приднестровье. И вот между ними договариваться очень тяжело, потому что и те, и те бандиты, они постоянно готовы к перестрелке. Не смотрите, что они не военные. Гражданский политик, президент – это как мафиози, который с белыми пальцами в перстнях, да, уже давно не стрелял, но он главный бандит по-любому, все равно. Он тот, кто принимает самые жесткие решения. Он главный мафиози. И вот так все главы государств без исключения. Поэтому, когда начинается какое-то отделение, вот как сейчас проблема Косово и Югославии обостряется, то нужно понимать, что это бандитские разборки. И поэтому никогда, ну невозможно выйти из-под, вот, скажем, Шотландия выходит из-под юрисдикции Британии очень-очень-очень юридическим образом, там в течение десятков лет готовится этот референдум, потом он проводится. И в конце концов население говорит, да не надо все-таки отделяться. То есть это очень такие медленные, спокойные процессы. Они могут проходить мирно. Вот это может проходить цивильно, да. А вот так как у нас, Приднестровье, Молдова, Косово, Югославия, я думаю, лучше не провоцировать. Это очень еще низкая культура. Тут никто не будет, ну как, могут, но, видите, это такие длинные процессы, такие осторожные процессы, что поколения проходят, прежде чем они решаются. Поэтому все-таки я бы не настаивал на отделении. Тем более, смотрите, отделение было для чего? Отделялись, потому что не хотели в Румынию. А в Румынию не хотели не потому что, ну, я говорил уже, что людей пугали румынами, даже сейчас. Здесь у меня вот здесь сосед, который молдавоговорящий, и он боится румын. Он помнит эту румынскую оккупацию ребенком, и он боится румын. Поэтому, ну, это был просто инструмент. А по сути, не так страшна Румыния, как именно европейский путь развития. И в свое время Приднестровье именно хотело назад в Советский Союз, в советскую идеологию, к России. Поэтому, если она отвернется, какие проблемы? Мы с Румынией. Да никаких не будет проблем. Если Румыния уже в Евросоюзе, то, присоединившись к Румынии, мы окажемся в Евросоюзе. Вот этот страх оказаться рабами. Знаете, у стариков почему-то в памяти, что вот румыны господа, а мы как бы рабы при них, вот такие вот. И вообще, сейчас вот, когда говоришь с пророссийскими, они говорят, молдаванами, то они говорят, мы будем второго сорта в Европе, мы будем там рабами, будем там уборщиками. Ну вот такой, я не знаю, как им объяснять, что ты нигде не будешь, ты будешь у себя дома. И ты будешь развивать то, что ты сейчас развиваешь. Ну, может какая-то специализация будет. Может какая-то будет, может быть какой-то контроль за сельским хозяйством. Ну, в первую очередь, это будет какая-то специализация. То есть нужно будет научиться делать что-то на европейском уровне, чтобы на европейском рынке это было, можно выставить. Это будет какая-то специализация, ну и какие проблемы будут, будет такая в Молдове, допустим, в Вино, в Приднестровье. Есть какие-то предприятия, Молдавкабель, металлургический завод и так далее. Они могут тоже выйти на европейский уровень. Это не проблема. Никто не станет никаким рабом. И вот если изменится вот этот страх и исчезнет тяга к России, то для отделения не будет даже причины у Приднестровцев. А то, что мы такие маленькие, то, что мы можем у себя хорошо порядок навести, так это и регион может сделать. Кто мешает в составе Молдовы региону побольше вытребовать налогов оставить в регионе на развитие? Это вполне реально. Тем более, если мы объявим свои проевропейскости. А что такое проевропейскость Молдовы? Это в какой-то мере даже внешнее управление. Мы можем апеллировать, если нам не нравятся молдавские лидеры, да, поскольку они некомпетентны, мы можем апеллировать к европейцам, мол, посмотрите, у нас тут как бы не по-европейски к нам относятся, нас притесняют тут. Это все вполне решаемые вопросы. Все вопросы, которые сейчас есть у населения Приднестровья, удобно решаемы в рамках автономии в Молдове. Кроме одного вопроса. Про российскости, русского мира, про советскости. Вот это неприемлемо. Все остальное решается.